Друзья, мы с вами продолжаем играть Евротрак Симулятор. Мы находимся в городе, славном городе Гданске. Здесь, как вы помните, мы заехали, наняли водителя на еще пока что не существующий грузовичок. Но будем надеяться, что у нас все скоро получится. Дело в том, что, как вы помните, нам нужно сделать один всего-навсего рейсик и, в общем-то, мы получим достаточное количество денег, чтобы купить еще один грузовик. Вот тогда тот водитель нам и понадобится. Водитель, я вам напомню, довольно-таки неплохого уровня. Будем надеяться, что будет, по крайней мере, побольше денежек приносить. Так, он показывает, то ли он мигнул, то ли еще кто-то мигнул, но в любом случае мы выезжаем. Сейчас берем груз и отправляемся в Англию через всю Европу. Я так посмотрел на карте, нам желательно, конечно же, опять ехать... Так, слишком разгоняться, наверное, не стоит. Ехать по тем дорогам, которые не указаны на GPS. Выберем себе сами, где ехать. Да, в общем-то, посмотрим. У нас уже 44% всех дорог открыто. Еще немножко откроем. Будем надеяться, может быть, около 1% или около того. В общем, и эта дорога у нас будет пролегать вообще по северу Европы. К сожалению, на карте не очень-то видать, где именно будет... Где именно мы будем проезжать, но вот, походу, где-то там по берегу моря, что ли. В общем, посмотрим. Вот, у нас день, да? Ну, как день? Похоже на то, что у нас вечереет. Вот, конечно же, не хотелось бы в рейс выезжать вечером на ночь. Хотя я знаю, что вот есть водители, которые только так вот, например, и ездят. Выезжают вечером, хорошенько выспались. Здесь и ночь едешь себе спокойно. Водителей меньше, транспорта меньше на дороге. Гаишников тоже вроде бы как не так много. Вот. И как раз вот всю ночь проехал, да? С утра где-нибудь остановился, когда трафик стал больше. Отдохнул и опять вечером поехал. Вот. Но нам с вами нужно смотреть по сторонам. Нам нужно, чтобы посветлее чуть было. Поэтому, наверное, вот, не знаю. Как поедем, так и поедем, да? Я хотел вот сюда вот, да? У нас фирма БАСФ. Широко известная фирма. Что-то нам тут дает. Я уж подзабыл, откровенно говоря, что мы тут с вами берем. В Англию что мы будем ввести, да? Посмотрим. В Англию мы ввезем гипохлорид натрия. Вот. Одна единственная бочечка тут. 51 тысячу она. И у нас это АДР. Да. Так, вот, смотрите. У нас показывает GPS. Но я хотел вот так вот. Тут вот дорога у нас есть. Вот так вот как-то поехать, поехать. Вот здесь вот свернуть, да? Ладно, берем. Тем более, что выбора-то особого нет. БАСФ это, насколько я знаю, электроника, да? Производится электроника этой фирмы. Вот. И скорее всего вот эта вот бочечка, это как раз для этой самой электроники и нужна, да? Какие-нибудь травка там, платы или еще чего-нибудь. Если среди вас есть радиолюбители, они поймут, да, о чем речь. Что значит травка плат? Я как-то тоже в свое время занимался этим делом. Но понятное дело, что потом, когда вот появились такие, ну, скажем так, неремонтируемые электроприборы, даже не электроприборы, а электроника, в которой легче просто взять и заменить часть. Вытащил блок, поставил другой и не нужна пайка, там ничего не нужно. То, конечно же, как-то это все поутихло. Так. Ну и что теперь у нас? Ну-ка, ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Поехали, поехали, поехали. Иначе он сейчас, мало ли, не знаю, мог бы врезаться. Тут такие парни. Так, кстати, маячок. Не забываем, маячок нужно включить. Да и, пожалуй, вот такой вот груз. Пожалуй, я ближний свет фар включу. Так, и маячок у нас работает. Да, маячок у нас с вами работает. Вот, как оно выглядит. Смотрите, красиво, да, мне нравится. Получше, чем та бочка, которую мы когда-то с вами везли. Ржавая такая. Я еще удивлялся, думаю, да что ж такое, да? Как может быть, вот в такой бочке что-нибудь ядовитое налито? Она же вот-вот сейчас где-нибудь там будет прореха в ней. Все растечется. Нет, в Басфе, вот вы видите, да, бочки. Нормальные, хорошие. Так, 50 километров в час ограничения. И нам перестроиться как-то, да? Я поехал. Да, я увидел, что поехал на красный, ну и ладно. Раз уж поехал, не будем тормозить там где-нибудь посреди перекрестка. Хотя не совсем на красный, вот желтый все-таки, да, я мог бы экстренно затормозить. И получилось бы, что я выехал на перекресток. И где-то, где-нибудь там бы стоял. Все равно бы штрафанули, поэтому, что там жалеть. Так, и опять же, GPS. GPS нас ведет по своему, ему одному ведомому пути. Так, а мы хотели с вами поехать. Все-таки нужно было свернуть в другую сторону вон туда. А мы можем вот так вот теперь выехать здесь. И, собственно, так. А если у нас туда вот на этом повороте мы повернем, вот так вот выедем. Поедем по вот этой вот трассе. И дальше и поедем, и помчимся. Вот у нас дорога неизведанная. Смотрите, да, здесь вот что-то такое темное, может быть, действительно море. Вот. И дальше, дальше то же самое. Вот так вот здесь вот съедем, вот здесь, вот здесь. И таким образом хорошенько разведаем север Европы. Вот самое главное теперь не забыть, куда тут ехать, где нужно свернуть. Попутешествуем, так скажем. Тем более, что и здесь мы, ну, понятное дело, что ни разу не были. Я к тому, что ни разу вот таких вот каких-то пространств морских, океанских, горных я еще не видел. Вот как раз будет такая возможность немножко позерцать, да. Выйти из машины, размяться где-нибудь на пляже. Пальцем в воду попробовать. Хотя, что тут пробовать, зима у нас. Кстати, мне уже в комментариях рекомендуют, хватит типа зимы, давай весну уже ставь, да. Уже не нужен, не нужен ли тебе мод весны какой-нибудь. Вот, я думаю, что когда мы с вами наиграемся с зимой, то мы будем брать... Так, ну, то ли сюда едет, то ли куда он там едет. Поворачивается он, да. Да. Вот, когда мы с вами наиграемся с этим зимой, то мы просто его уберем, этот мод. И, в общем-то, сразу же у нас наступит лето. Как-нибудь так подгадаем, чтобы поехать на юг. И где-нибудь там на югах, в Италии, у нас... Опа, приехали, да, с севера, из Норвегии. Оп, а там уже у нас лето. Так, мы, как мы с вами решили, вот, поворачиваем сюда. Не, ну вы видели, что творится, да? Ну, совсем как-то себя ведет водитель. Совершенно не соображает, что делает. Я же его не вижу совершенно, да, вот. Может быть, если бы посмотрел, увидел. Нет, на самом деле, вы знаете, да, уже все знаете о этой мертвой зоне. Из-за которой мы не видим автомобили, особенно если они вот здесь вот выскакивают с этой стороны. Да и с этой тоже плохо его видно. Но тут, походу, водители совершенно не знают об этом. Да и в реале то же самое, немногие знают. Так, сейчас GPS сообразит, куда мы едем с вами. Давайте еще раз сверимся. Да, у нас все правильно, мы едем прямо-прямо. Дальше просто мы уже нигде не сворачиваем, да? Там вот единственный верный путь. Попрямо, а потом налево. К побережью моря. Давненько я на море не был, как раз вот. Посмотрим. Тут вот еще какая-то, смотрите, конторка такая вот интересная, да? То ли строительная фирма, то ли что это у нас тут? Что-то строят или завод какой-то? Кстати, в комментариях я спрашивал, помните, в прошлой части, что будет, если свернуть с пути праведного, да? Если поехать под знаки, которые вот на дороге, типа туда не заезжать. Но ограничение, игровое ограничение, что же будет? Мне рассказали, что будет. Во-первых, там дальше, по той дороге ехать. Если проехать, ничего нет, совершенно серое ничто. Автомобиль получает 100% повреждения и просто никуда вы не едете. То есть, все серое, нигде ничего нет. В отличие от фильма «13 этаж», который я уже неоднократно упоминал, да? Где там у нас все черное наоборот. Все черное и такие зеленые линии. Так скажем, пунктирно, да? Обозначающие какие-то предметы. Горы, там еще что-то. Вот все никак не сообразит, да? Говорит, да куда ж ты едешь? Ты же не туда едешь, вот сюда ближе. Может быть туда и ближе, но так как мы с вами не отдыхаем в пути, то мы можем себе позволить. Вот, наконец-таки. GPS сообразил, куда мы едем. И вот теперь, наверное, вот здесь вот ближе, да, уже получается. Ну что же, хорошо. Да, только, только хотел сказать, что хорошо. Мы сейчас ускоримся. Как тут сразу же нам ограничение 70 километров. И так как мы штраф уже с вами хапанули, наверное, все-таки мы будем более-менее соблюдать. Более-менее, потому что все равно где-нибудь я какой-нибудь знак не увижу, не замечу. Так, тут у нас в квартире газ, да? Тут у нас вот как-то тут непонятно, не совсем понятно. Вот с этими круговыми перекрестками. Кому тут уступать, кому тут не уступать. Кто тут вообще проезжает, кто тут нет. Сложно довольно-таки разобраться. Хотя ничего сложного, конечно же, нет на самом деле. Достаточно там пару строк в правил прочитать, да, прочесть и внимательно посмотреть на знаки. Вот. Но я как всегда. Знаки не для нас писаны. Да. 70 ограничений. Вот. И мы выехали как раз на ту дорогу, где должно, по идее. Вот. Если посмотреть вправо, где-то тут, то должно быть видно море. Пока что я только вижу цветущие зимние подсолнечки. Зимняя вишня, да? Смотрели фильм? Как зимняя вишня, так у нас зимний подсолнок. Да, и целая куча ветряков. Так, насчет... Ну ладно, в следующий заедем. Пока что у нас вроде бы как хватает, да, топлива? Более-менее так. Мы можем себе позволить там километров 200-300 проехать. Вот. Может быть даже больше. К сожалению, такие меленькие здесь циферки, что я не вижу ничего. Что там написано? Вот, индикатор. Конечно же, индикатор вот этого. Так, что тут? Непонятно. Как-то потемнело. Индикатор топлива я вижу. А вот сколько там у нас времени? Не видать. И сколько времени, да? И в цифровом обозначении, сколько же там топлива. Что-то там вот такое вот. Я присматриваюсь. Как-то пытаюсь смотреть и на дорогу, и одновременно разобрать, что же там написали. Явно тут без очков, наверное, не разберешься. Кстати, смотрите, вот появились какие-то, да, другие совершенно ветряки. Тут большие, наверное, мощные, там, несколько сот мегаваттные. Это какие-то попроще. Десяти мегаваттные. Будем посматривать вот так вот по сторонам, пока более-менее так не очень быстро едем. Здорово. Так, вблизи я вроде бы как никогда еще не проезжал мимо вот таких вот. Да и, в общем-то, первый раз я вижу вот такие мелкие. По крайней мере, обращаю на них внимание. Вот, и вращаются быстрее, да, чем те. И выглядят не так. Типа самолета что-то, типа такого. Так, тут у нас что, гараж какой-то? Нет. Нет, это не гараж. Это тоже какое-то, типа, полустроительного чего-то. Так, ну-ка, давайте взглянем. Ну, в общем-то, вот у нас, смотрите. Вот у нас где будет съезд, да? Да тут везде съезды. Вот что-то типа такого, типа съезда. И вот у нас тут следующий будет ближайший, так скажем, ближайшее расстояние к вот этому вот чему-то такому темному, да, на карте. Вот посмотрим. Интересно будет взглянуть, что же это такое, действительно море или нет. Судя по карте. Пока что у нас открываются красивые такие пейзажи, да, европейские, северо-европейские. Сюда бы дали, пускай бы нарисовал подсолнух в снегу. Невиданный, да? Смотрите, что повез. Нифига себе, вы видели? Здорово. Лодку повез, да? Вот, что значит, мы рядом с морем находимся. Очередное подтверждение этому. Так, тут у нас какая-то река или что? Да. У нас тут с вами река. И река, я думал, может быть, как-то по дельте реки видать, куда она впадает. Там дальше море будет. Я просто так почему заинтересовался морем, да, и всем остальным. Ну, как неоднократно, когда вот ездишь, едешь на море, естественно, там, ну, как, как обычно, обычные люди, да, попадают на море. Ну, раз в год, может быть, раз в два-три года, как кому повезет. И вот когда едешь на поезде, и уже там рядом это море, где-нибудь там взбирается поезд на какой-нибудь с горочек такой, да, и вот издали видишь это море, все так сразу же к окнам. Смотрите, море, море, корабль. Вот так и здесь вот едешь, интересно посмотреть. Море, то, к чему так стремился. Так, и вот как раз мы подъезжаем к тому участку, от которого сможем разобрать, что же там именно такое. Так, тут у нас вот съезд куда-то, да, получается, еще какая-то то ли фирма, то ли что. Вот эти знаки, о которых я говорил, под которые лучше не заезжать, если вы цените свой автомобиль, да, и свой труд. Потому как ремонтировать стопроцентное попадание, так скажем, попадание, потому что, ну, по-другому никак не скажешь. Разрушение автомобиля стопроцентов, это действительно попадание. Там, наверное, сто тысяч нужно будет вложить, чтобы его восстановить. Проще, наверное, новый купить, да и все. Не хотелось бы, конечно же, да, поэтому я, собственно, ни разу туда и не пытался въехать. Вот прям как какой-то европеец. Вот, да, у них горит красный свет. Никто, ни пешеход не перейдет дорогу, ни автолюбитель не поедет. Ну, ладно, автомобилисты у нас, в общем-то, не очень-то ездят на красный. Но пешеходы, вот я неоднократно сам видел собственными глазами, не поверил бы. Переходишь дорогу, и вот, если красный свет горит, все стоят. Несмотря на то, что автомобилей нет. Загорелся зеленый, все пошли. Вот. Довольно-таки странно было все на это смотреть после нашей вакханалии на дорогах и со стороны пешеходов, и со стороны автолюбителей. Да, у нас вот ведь правил вроде бы как и нет. Они есть, но их как бы и нет. Поэтому я удивлялся первое время, думаю, вот интересно, как так люди чтят законы. Так, ну вот что-то такое, типа море, да, но не знаю, не море это совершенно, типа озеро. Я бы сейчас карту посмотрел, но боюсь отвлекаться от дороги. Тут вот такие вот виражи. Ну-ка. Да, вот смотрите, мы проезжали. Вот, судя по карте, да, вот у нас тут темная область совершенно, да, без ничего. Он какой-то островок. Вот. Но эта темная область довольно-таки большая должна быть. А мы видели с вами там берег какой-то, да? За рекой или за озером или за чем-то. Ну вот еще ближе сейчас подъедем. Взглянем. Так, здесь же у нас вот есть отдых. Если бы было желание отдохнуть, да, ночь переспать, можно было бы заскочить. Так, ну и вот отсюда, к сожалению, ничего не видать. Вот здесь гора у нас. Проезжаем. Все, кажется, ближайший, да? Вот здесь вот есть шанс взглянуть. Но, опять же, тут у нас просто-напросто вот такая вот сельская местность. Короче говоря, ну-ка, да. Вот, смотрите, здесь у нас должно было быть видно, да, что-нибудь такое вот. Ну, судя по всему, да, это вот все-таки должно быть. Я уже как-то тут муссирую целую серию, да, вот это вот. Но дело в том, что я просто ни разу здесь не был. И довольно-таки интересно было бы взглянуть. Ну, или, походу, здесь у нас все-таки расстояние большое. И вон там он, да, получается море за елями. За соснами и за елями. Вот. Или здесь просто вот так карта нарисована. Но на самом деле здесь моря нет. В принципе, я имею в виду на карте. Больших, безбрежных пространств морских. Ну что же, ладно. По крайней мере, теперь мы с вами знаем. Теперь ты видел все, как иногда пишут в ВКонтакте. Под каким-нибудь... Под какой-нибудь такой вот интересной картинкой, да? Так, у нас снежная буря. Или что тут у нас такое? Я все-таки... Городишко какое-то, да, вот нарисовался. Несмотря на то, что съезда туда нет. Снежная буря должна была бы быть, по идее, на севере. И вот интересно, почему разработчики не сделали, да? Это же, ну, довольно-таки легко. Сделать зоны на карте. По крайней мере, если моды, мододелы это смогли сделать. То есть, кто такой мододел? Это, в общем-то, энтузиаст этой игры, который поиграл-поиграл и решил, нет, чего-то в этой игре не хватает. Ну-ка, дай-ка я разберусь и доделаю, да? Да прикручу что-нибудь к этой игре. В общем-то, это не специалист. Хотя, конечно же, бывают и специалисты, и программисты, но мы сейчас не об этом говорим. Я сам неоднократно делал разные моды для игры Morrowind, например. В общем-то, если есть инструментарий необходимый, то это довольно-таки легко все делается. Вот. К чему я клоню? К тому, что, вот, смотрите, мы с вами ездим по Европе, да? И если не ставить никаких модов, везде у нас лето. Совершенное лето. Почему не сделать смену сезонов на карте? Или хотя бы зоны вот такие, когда заезжаешь на север Европы, у нас здесь снег должен быть, и снег должен идти, а не дождь, да? Когда выезжаешь на юг Европы, естественно, пускай это будет лето. Вот. И, во-первых, интересно было бы, проезжаешь по окрестностям, смотришь, как постепенно меняется природа. Вот. Я считаю, что это довольно-таки легко должно было быть реализовано. Но, тем не менее, разработчики почему-то посчитали, что пускай везде будет лето, пускай будет это лето постоянным. Никогда не меняется ничего. Странно. Вот. Иногда, да? Когда игра в остальных аспектах довольно-таки неплохо проработана, тем не менее, это странно. Смотреть на это все. Так. Я, по идее, должен повернуть, и у нас вот главная дорога. Да, я к тому, что если сейчас кто-нибудь в меня въедет, то он сам был бы виноват. Ха. А не я. Но, тем не менее, нам повезло. И даже я видел вот такой вот интересный, необычный маневр. Сдал назад. Чуть водитель, да, который подъехал ближе к другому водителю. Сдал назад. Как ни странно. Я думал, что они как истуканы. Приехал, встал, и все, и стоит. Даже несмотря на то, что, скажем, я могу поворачивать и бочкой кого-нибудь зацепить, если тот кто-то выехал далеко на перекресток. Так, здесь у нас ступи дорогу. Давайте посмотрим. Если тут... Ну, я никого не вижу, поэтому погнали. Если вы услышали этот звук, этот звук означает, что у нас уже прошло. Полчаса. Проливом. Поедем или в туннель, да, или, может быть, на пароме. Поедем уже в Англию. И, конечно же, по Англии мы с вами покатаемся. Экстремальное такое... Такое у нас будет вождение, катание. По левой части дороги, да, левостороннее там движение. Вот, довольно-таки занятно будет там еще прокатиться. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok